Доброе утро! Комментаторы Степан Пастельский и Степан Крижановский. Доброе утро, Степан! Доброе утро! Всех приветствую, друзья! Но сегодня в Якутске стартует главное событие, юбилейный турнир, друзья! Ожидаем яркие, жаркие схватки, друзья! Будем за этим следить, будем комментировать! Да, в этом году наши соревнования особенные. Они посвящены 95-летию великого тренера, заслуженного тренера Якутии, России, СССР Дмитрия Петровича Коркина. Начнем мы смотреть ковер Б, друзья! У нас здесь сейчас выйдет Амир Чамзин, Республика Тыва и Николай Охлопков, Республика Саха-Якутия. Да, у нас действительно очень впечатляющий состав участников. 14 зарубежных стран и регионы России, да, в общем 15 стран, да, представлено. 15 стран и России. Да. Видите, да, у нас сетки по коврам. Очень интересно и хорошо оформлено у нас соревнование. Все для болельщиков. Кстати, болельщики могут вот такие сетки смотреть и прямо в зале. И, как всегда, у нас центральные трибуны уже с самого утра заполнены любителями спорта, настоящими фанатами. Даже, друзья, с тем учетом, что сейчас многие готовятся к главному старту чемпионата мира в Белгороде, даже с этим учетом очень сетки везде сильные. С 57 и до 125 все весовые категории очень конкурентные, друзья. Все приехали с большим удовольствием в Якутске. В Якутске умеют проводить такие турниры на высшем уровне. Очень солидный призовой фонд. Вот, поэтому ждем яркий. Все будут бороться за пояс. И также у нас будет серебряная борцовка. В прошлом году ее выиграл Заурбек Седаков, олимпийский чемпион. В этом году мы посмотрим, за кого проголосует республика, кто фанаты борьбы, кто выиграет у нас серебряную борцовку в этом году. Да, действительно очень интересно. Как ты отметил, да, в прошлом году олимпийский чемпион был удостоен этой награды, серебряной борцовки, которую же второй год мы будем вручать по итогам нашего турнира. Ну а что касается призового фонда, то надо сказать, что 8 миллионов рублей. Да, общий. Победители, чемпионы получат по 300 тысяч. Это очень солидные, действительно призовые. Так я посчитал, 800 тысяч на Пьедестан. Да. Первое место 300 тысяч, второе место 200, за два третьих места по 100 тысяч. И тренер победителя также получит 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей, да. Очень солидные призовые. И, действительно, сборная России здесь представлена просто сильнейшим тоже составом. Ну, конечно, не первые номера, но, как вы понимаете, и вторые, и третьи номера, это уже на уровне и чемпионатов континента Европы, чемпионатов мира. Это люди, которые уже заслужили большие титулы. Да, конечно, конкуренция в России, она самая высокая. Это такой национальный вид, самый лучший вид спорта в России, да. У нас здесь лидеры, и мы держава номер один в этом виде спорта. И поэтому здесь вторые, третьи, четвертые номера о себе очень хорошо заявляют. Олимпийский призер Артур Найфонов здесь будет у нас тоже бороться. В прошлом году он, кстати, золото так и не завоевал. Поэтому в этом году, я думаю, что он настроен будет очень серьезно. А у нас уже первые схватки начинаются, борцы выходят на ковер. И, как мы говорили, мы начнем с центрального ковра, ковра «Б». Здесь будут бороться борцы из двух разных регионов России. И мы с вами эту схватку посмотрим. ТВ, красный угол, представляет Амир Чамзин, тоже известный борец. Мы сейчас о нем еще поговорим. Да, и Николай Охлопков, тоже молодой борец из республики Саха, Якутия. Да, сегодня немножко удалось поговорить мне с Амиром Чамзином. Готов он, тоже заряжен на 100%. Ну и много молодых борцов из Саха, Якутии, которые тоже могут сейчас заявить о себе. Особенно в маленьких весовых категориях. Много там по 15 участников, 57-61 килограмм. Он будет следить у себя дома, в родных стенах, проходит турнир. Поэтому это тоже будет подталкивать. Ну, тут надо тоже объяснить, что республика Саха, Якутия тоже не таким полным составом будет выступать дома. Да, здесь больше молодых ребят, да, для них хорошая возможность показать себя. У нас борцы будут на следующей неделе бороться и на чемпионате мира, и на первенство России до 23 лет. Поэтому они на турнире Коркина бороться не будут. Как вы знаете, легионеры наши будут бороться на чемпионате мира в Белграде, в Сербии. За них тоже мы будем болеть, но это уже на следующей неделе. А сейчас, пока, для нас самый главный старт – это турнир Дмитрия Петровича Коркина. Это юбилейный турнир. Сейчас будем сосредоточены только на схватках юбилейного турнира. Очень тоже значимый турнир. 15 стран, вообще от 14, от 13 стран дают у нас международника. Да, кстати, Петр Петрович Мишанов, наш земляк, начальник отдела вольной борьбы, Федерации спортивной борьбы России, вчера на пресс-конференции отметил, что действительно уже несколько турниров международных в России не удавалось собрать количество стран для того, чтобы можно было выполнить норматив мастера спорта международного класса. Ну а здесь у нас победитель может претендовать на вот такое высокое значение. Мастер спорта международного класса, международника может получить за первое место. Да, уже первая схватка. Да, первый период. Чамзин, Охлопков, друзья, центр ковра. Амир занял. Пока вязка идет, первый период. О, хорошо показывает Николай Охлопков. Проходы в ноги. Есть, есть проход, есть зацеп. Есть два балла от Амира Чамзина. Опытный, опытный борец из ТВ. Так, стойко. Отзащищался партер. Ой, хороший сразу проход, но все видит Амир Чамзин. Отбросил, оттянул ноги. Счет данной встречи уже открыт. Сделал такой проход в одну ногу Амир Чамзин. Повалил в партер и забрал трудовых два балла. Такое же действие делает. Вот, переводит в партер. Но пока держит руку. Николай Охлопков не дает забежать за спину. И здесь без оценки. Да, как всегда у нас параллельно на трех коврах идут схватки. Так что призываем всех любителей вольной борьбы, которые могут, да, сейчас приехать в ЦСП «Триумф», поболеть, посмотреть, насладиться борьбой, чтобы они пришли, посмотрели. Здесь действительно очень хорошие условия. Есть возможность посмотреть на участников. Ну, то есть информация вся она выводится на экранах. Это впервые у нас такое проводится. Это уже на уровне чемпионатов мира, если вы понимаете. Ни на одном другом турнире я такого еще не видел. Но это, ну, такой тоже, скажем, прорыв в плане организации соревнований. Очень интересно и очень наглядно все. Жеребьевка была уже по новой системе. Да. Также здесь все сделано для зрителей. Висит большое табло, онлайн табло. Теперь зрители могут тоже выход на ковер. Все это в онлайн-режиме также наблюдать. А тем временем Амир Чамзин еще берет два балла и пытается скрестный захват. Да, есть еще два балла. В опасное положение делает накат. Счет становится 6-0. Николай, надо включаться. Надо включаться. До конца первого периода остается 30 секунд, пока уверенно себя чувствует Амир Чамзин. Также, друзья, хотелось бы сказать, что кто, у кого есть возможность прийти вживую в триумф, будет также между зрителями разыграна путевка на чемпионат мира Белгора в Сербию, друзья. Полностью. Но это будет во время финалов. Да, во время финалов. Будет приходиться во время финалов. Вход, еще раз повторить надо, да, свободный, бесплатный. То есть здесь билеты покупать не надо. Даже на финалах вы приходите, вам дают билет, вам дают браслет, который дает вам право принять участие в розыгрыше. И разыгрываться будут очень ценные призы. Помимо путевки в Белград, в Сербию на чемпионат мира, вы можете выиграть сертификаты в охотничьи магазины, строительные магазины, да. Очень много спонсоров помогли в организации этого розыгрыша. Разыгрывается ружье охотничье, да. Почка бензина. В общем, очень много интересных призов будет. Я думаю, что для болельщиков это будет очень хороший подарок. Я бы не отказался от бочки бензина. Бочка бензина. Так, у нас начинается второй период. Сейчас Николаю надо попробовать навязать свою борьбу, навязать свой темп, какие-то домашние тренерские заготовки сделать, попробовать атаковать. Надо попробовать все-таки Николаю действовать. Вот, молодец, действует. Ну, все видит хорошо, защищается Амир Чамзы. Надо, надо пробовать, навязывать свою борьбу. Также центр занял Амир. Да, уже себя увереннее, комфортнее чувствует Амир Чамзы. Амир Чамзы взял 6 баллов. Ну, он поопытнее будет, да. Да, конечно. У него уже есть за плечами большое количество турниров, первенство России. Он уже достаточно опытный человек, с хорошим багажом. Ну, и мастерством, как мы видим, тоже необделенный, да, парень. Ну, кстати, после этой схватки и Артур Чабадаев из Красноярска. Ну, вот, как всегда, Сибирь сильнейшим составом. Сибирские регионы у нас будут представлены. Это и Бурятия, это и Ва, и Красноярский край, сильнейший школа. Четырехбальный бросок сделал Амир Чамзы. И встреча за Хоа. Да, 10-0, да. 10-0, чисто техническая победа. Не дало ни одного бала взять Николаю Охлопкову. Ну, будет для него опытом сделать работу над ошибками обязательно с тренерским составом. Сейчас, да, у нас выходит, присоединяясь к словам Степана, Артур Чабадаев. Вот, очень бросковый, очень чувствительный борец, друзья. И помните, на Ирыгинском турнире на Чин Монгуша он бросил на 5 баллов. Очень красивый бросок был. И также ему противостоит Николай Захаров, республика. Саха-Якутия, да. Да, и Кыргызстан, кстати, очень серьезный состав. Да, после... Тоже в скором времени увидим. Булукбека, Залдашбекова, специалиста вольной борьбы. Прекрасно знает это имя. Да, Кыргызстан в последнее время очень сильно добавил и по вольной борьбе, и по классической. Особенно, да? Да. При таком населении маленькое государство, но очень сильно прям показывает результаты в борьбе. Ну, тоже традиции национальные, понятно, да. Во всей Средней Азии она вся тоже борцовская. Мы понимаем это прекрасно. И, кстати, борцы из разных стран у нас будут представлены на нашем турнире. Надеюсь, что и финалы у нас будут уже такие, да, очень многоликие. Да, потому что финалы на самом деле, да, развели... Многонациональные. Многонациональные. И по сеткам развели хороших прям оппонентов, которые прям вот в некоторых весовых категориях прям вот принципиальные матчи-реванши. Даже 86 килограмм. Здесь Артур Найфонов, призер Олимпийских игр, и Аманулага Джимагомедов, да. Вот последние два турнира на чемпионате России в Каспийске Аманулага выиграл почти технически. Еще Артур Найфоново положил на туше. А получается на Кубке Сотружества с небольшим счетом Артур Найфонов выиграл. Взял реванш, да? Да, взял реванш. И здесь прям, я думаю, их развели по сетке. Если им удастся выйти в финал, это будет тоже наинтереснейший финал. Тем временем у нас одна минута пролетела борьбы. Вот, счет пока не открыт, но пытается на мельницу затянуть. Хорошо защищается. Николай Захаров защищается. Вот сейчас, думаю, что арбитр будет подстегивать к более активной борьбе. Издалека прыгнул в ногу Артур. Сипадаев, счетился от Николай. Надо тоже свои возможности сейчас попытаться использовать. От Артура, от опытного такого борца. Хорошо держится, защищается. Самый оборот, от Николай Захаров. Это весовая категория до 57 килограммов. Да, олимпийский вес, самая маленькая весовая категория в вольной борьбе. Так, здесь активити тайм получает Николай Захаров. У него есть ровно 30 секунд, чтобы сделать активное действие. Вот, минимум оценку 1 балл надо получить. И тогда он может снять себя. После истечения 30 секунд Артур Чабадаев откроет счет в данной встрече. Счет станет 1-0. Минимальный уже отрыв будет. Да, не рискует, не рискует. С одной стороны, это тоже техническое действие. Если во втором периоде он начнет активнее действовать, он также может заработать активити тайм. И уже ему тоже есть. Он продержится 30 секунд по последнему действию при счете. Нет, еще, да, Артур Чабадаев. Делает перевод. Делает 2 балла и еще катит на 2 балла. Счет становится 5-0. Еще один балл за активити тайм. Продолжает катить. Да, плотный захват, очень плотный. Взял еще 2 балла. 7-0, 9-0. 9-0 дорабатывает 20 секунд. Сделать ли еще один накат? Да. Да, катит, катит. Прямо скажет. К этому защищается. Да, 13 секунд, 9-0 счет. Аккуратно боролся Артур Чабадаев. Прямо выжидал, выжидал. Ну, как мы и говорили, он гораздо более опытный тоже борец. Уже таких лидеров, призера и финалиста Европы на Чин Монгуша выигрывал. Кстати, секундирует наш Максим Толмачев, но они вместе занимаются. Там Максим Толмачев занимается также в Красноярске. И у него, наверное, параллельный зачет будет, да? Такая и Кутия, и Красноярск. Ну, друзья. Отличный перевод. Ну и, конечно, в партере блестящая работа Артура Чабадаева. Красноярский край. Второй период от одного балла не хватает Артуру до технической победы. Так, есть проход. Молодец Николай. Тренерский штаб, наверное, поработал. В перерыве сказали все-таки, чтобы действовал, атаковал. Сам свою борьбу навязывал и берет 2 балла. Молодец. Уже не чистая победа. В любом случае будет уже есть. Вот пока, да? Да. Сам начал атаковать и заслуженно получил 2 балла. Может, может. Может, где-то счет такой был 9-0. Где-то Артур расслабился. Бреш в обороне нашел Николай Захаров. И провел атаку. Забрал партере 2 балла. Вяжет руки. Швунгуются. Ищет ищет. Ну, не нагнетает, да, Артур? Да. Спокойно. Идет работа. Сейчас пока все устраивает. Ну, ни в коем случае расслабляться нельзя, застаиваться нельзя. На таком турнире международном все равно опытные борцы с большим багажом уже приемов, знаний. Пытается, пытается найти Бреш. Пока в центре ковра. Вязкая борьба. Ну, и последняя минута уже совсем скоро. Да, надо рисковать Николаю. Надо попробовать все-таки выложиться на 100%. На таком солидном турнире, да, юбилейном проигрывать, конечно, в первой встрече очень обидно. Есть шансы. Пока судья не дал гонг, есть всегда шансы победить. Да, и когда еще удастся. Тоже с таким более опытным мастером тоже, да, надо с такой возможностью пользоваться. Пытаться показать себя. Ну, и для себя, конечно, это тоже большой опыт будет. Следующая схватка нас тоже ожидает борец Республика Саха-Якутия Тимур Николаев. И международная у нас схватка будет и Исланбек Азербеков. Разбеков, да, Разбеков. Кыргызстан тоже опытный борец из Кыргызстана. Все, последние секунды. Ну, также одна из сильнейших тоже команд у нас это будет Иран, да? Да, Иран. Наряду со сборной России, Иран тоже серьезный состав. Там победители первенств мира, Азия. Ну, молодые, но уже показывающие хорошие высокие результаты борцы. Сегодня я, кстати, встречал тренера из Армении. Один участник у них там тоже призер мира. Мира. Ну, и участник или призер прям такой тоже солидные результаты показывает. Тоже будет бороться. Да, международная, первая у нас международная схватка. Пока у нас на ковре Б первую схватку выиграла Республика Тыва, Амир Чемзин, вторую схватку Артур Чабадаев. И следующая схватка нас ждет очень конкурентная, очень интересная и для всей республики Саха-Якутия. Один из лидеров весовой категории 57 килограмм. Да, два брата Алексей и Петр Копыловы. И против них очень опытный борец из Дагестана Мусам Мехтиханов, друзья, после международной схватки. Да, перейдем на ковер потом, да? Да, после этой схватки. Тимур Николаев. Давно мы не видели его на ковре. В общем-то, он сейчас, я так понимаю, трудоустроен в структурах Министерства по чрезвычайным ситуациям. Но вот решил на домашнем ковре все-таки тряхнуть стариной, все-таки, да. И вышел на ковер, что похвально, значит, он в форме, чувствует, что может бороться. Ну и, конечно, он не в таком возрасте, чтобы, конечно... Говорит о том, что он ветеран, но, тем не менее, его мы знаем очень хорошо. Видели уже на протяжении многих там последних лет. Был лидером в сборной команде республики. Ну и сейчас посмотрим, в какой форме он подошел к этому турниру. Его соперник тоже очень серьезный, как мы сказали, да, из Кыргызстана. Команда с сильнейшим составом тоже приехала. Исламбек Аразбеков, но сильнейшим, за исключением, конечно, тех борцов, которые поедут на чемпионат мира. Первый период, друзья, пока 0-0, но центр ковра за Аразбековым нанимает центр ковра. Кстати, если меня, мои глаза не обманули, здесь будут бороться и Герман Устинов, который мы тоже уже практически проводили. Ветераны, да, в общем. Ветераны наши уже, да, все равно. Очень радуют все равно такие моменты, то, что возвращаются на ковер, пробуют свои силы. Да, хорошо, на самом деле, держится Тимур Николаев, навязывает даже свою борьбу. Вот, ну, плотно, плотно зафиксировал, конечно. Да, дают пассив Тимуру. Если помните, по-моему, в Санкт-Петербурге этот чемпионат был, да, а Николай Николаев мог выйти вообще в финал чемпионата России. Он же в полуфинале боролся с Вицеем. Хороший, хороший проход, смотрите, встал, встал с ногой, пытается доработать. Да, Тимур, первый балл. Конечно, трудовой, заслуженный балл, прошел в ногу, поднял, вытолкнул за ковер. 1-0 ведет Николаев. Можно было, конечно, больше оценку сделать, но, как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Ну, да, парень опытный, он все-таки, наверное, прочувствовал, что здесь лучше, наверное, все-таки взять все-таки балл спокойно. Да, спокойно взять балл и повести все. Он понимает, что сейчас арбитр не будет ему показывать там 30 секунд и так далее, всего одна минута остается. Это все надо уметь просчитывать, это все за счет опыта, спокойствия. Как говорил, да, и тренер Дмитрий Петрович, здесь очень много решает, действительно, мышление именно в вольной борьбе. Не только сила, скорость, вносливость, техника, но, в первую очередь, это и тактически очень грамотно надо вести схватку, пока Тимур это удается. Но вот сейчас проход в ноги от его соперника и два балла уже дадил. Да, почти на последних секундах отдает два балла. Да, еще 27 секунд есть. Может, даже в партере еще поработать. Ну, понятно, что в плане кондиций, да, в плане физических кондиций, лучше, конечно, разбеков, он, понятно, больше готовился, мог уделить больше времени. И это, наверное, сказывается все-таки. Продолжение следует... Первый период у нас со счетом 2-1 завершился. Сейчас работает тренерский штаб, наставление напутствия своим борцам дают, восстанавливают. Ну, Тимур, молодец, с таким опытным борцом, хорошо прям держится. Радует трибуны, да, вот центральные уже полностью заполнены. Да. Несмотря на то, что сегодня четверг и раннее утро, ну, не ранее, но утро, первая половина дня, уже много болельщиков пришли поддержать спортсменов, что очень радует. И многие, конечно, наши гости всегда отзываются, что приятно при таких трибунах бороться, всегда особенно отмечают нашего турнира. В прошлом году такой уровень был на Коркинском турнире. Вот, я думал, что такой высокий уровень организации в Якутске, как республика организовывает. Но в этом году на юбилейном это еще лучше стало, еще все усовершенствовали. Целая программа была на целый день расписана. Различные конференции, спектакли, выставка, открытие книги, да. Да. Прям такую целую программу. Каждый день был занят практически каждый, там, два-три часа все так сделали. Очень серьезно подошли к юбилейному турниру Коркина Дмитрия Петровича. Все на высшем уровне. Поэтому прилетел заранее, чтобы такие мероприятия не пропускать. Степан один из первых гостей был, да? Да. Четвертого, по-моему, а, третьего даже, по-моему, да? Четвертого утра, в пять утра, да, прилетел. Летел. Все эти дни вот посещал мероприятия, ознакомился с жизнью, да, вот так, Дмитрия Петровича. Посетил училище Олимпийского резерва. Романа Дмитриева тоже. Был на выставке, спектакль, премьера спектакля, да. Андагар, да. Андагар, да, клятва. Ну, понравилось тебе, да? Очень сильно понравилось. За один спектакль умудриться актерам рассказать о всей жизни Дмитрия Петровича Коркина. Такие моменты тоже были и моментами веселые, где-то очень грустно. Аж душу так продирало местами. Сидел я, кстати, с переводчиком, очень удобный переводчик, который так-то спектакль был на якутском языке полностью. Они сделали переводчик, он все, в принципе, переводил. С минимальной прям задержкой. Ну, если честно, я бы еще раз с большим удовольствием, даже второй раз бы сходил на этот спектакль. Прямо большие впечатления у нас. Да, посоветуем всем любителям, не только вольным. Да, вообще сходить, конечно, там о жизни такого человека, на самом деле, какую жизнь прожил Дмитрий Петрович Коркин. Это, ну, таких выдающихся людей, любящих свое дело, их единицы. Да. Ну, и артисты здорово, конечно, воплотили, да, и режиссер Сергей Потапов, да, сценарий, пьеса Кутума Захарова-Молодого. Да, если честно, я думал, то, что вот актеры, это какие-то борцы приглашены, но они так свою роль отыграли. Такие броски, переводы делали, я думаю, даже... Вот, кстати, на ковре, а, уже вызывают наших... Да, сейчас мы досмотрим спадку, здесь буквально 20 секунд. Да, мы досмотрим. Да, здесь в отрыв уже у нас пошел спортсмен из Кыргызстана. Да, чуть подустал Кимур Николаев. Ну, не так свеж он все-таки, да, и понятно, что дань уважения он отдал, вышел, поборолся. На домашнем все-таки турнире он хотел, наверное, да, очень хотел. Ну, многие борцы, которые, да, завершают карьер, говорят о том, что... Вот зуд, да, прямо у них. Да, конечно, борьба, она в сердце уже навсегда. Да, остается и... Ковер. Очень трудно расстаться. Ковер А, друзья. Ислан Арсбека выигрывает, с чем мы его поздравляем. Следующий круг проходит в весовой категории до 74 килограммов, а у нас вот этот Копулов и Мусамих Тиханов. Да, вот недавно Алексей, брат Петра, стал чемпионом, проходил в Екатеринбурге между университетами, такая Спартакеада. Он занял тоже, она международная была, были страны тоже приглашены, он занял, стал лидером, чемпионом. Ну, мы видим... Один из лидеров, я так понимаю, Мусамих Тиханов, он Кубок Ерыгина, да, выигрывал, да? Ну, по краю, он в призах на Россию тоже был. Да, да, и на Ерыгина, и в призах на Россию, это, ну, такой опытный борец. Один из лидеров в этой весовой категории, не только в Дагестане, скажем так, но и в России. Это известное имя, Мусамих Тиханов. Да. Это братья Мехтиханова. Да, Хабиб, Муслим, Муслим здесь. Хорошо тоже, Петр, сразу мощные швунги, держится. Прямо напряженность, первых секунд такая интенсивная прям сватка, чувствуется у борцов такое напряжение. Ну, здесь уже уровень уже достаточно высокий. Это, можно сказать, чемпионат России спокойно такая сватка может случиться, да? Даже на таких довольно высоких стадиях. Это борцы высокого класса. Петра Коплова мы тоже прекрасно знаем. Ну, в молодежке он, конечно, себя очень хорошо показывал. Был победителем первенства мира Европы, как его брат, да? Очень здорово они боролись. Но вот уже во взрослой борьбе они пока, к сожалению, не так ярко себя показывают. Но по-прежнему являются лидерами в области. Поэтому, надеемся, болеем. Мастерства и опыта у них хватает, конечно. Полторы минуты уже, друзья, пролетело пока хорошо. Пока я очень... Никто никому балл не уступает, да. Да, вот человек, который все-таки борьбу уже насмотрен, да, уже понимает, что это борьба уже более другого класса, чем то, что мы выделили перед этим, да. Здесь уже более конкурентная схватка идет. Уже борцы более такого класса близкого друг к другу. Да, активити тайм дали. Тем временем Петру 15 секунд сделать активное действие. Ну, я думаю, борьба в таком же ключе продолжится. Два опытных, в принципе, рисковать никто не будет. Здесь, да, вот такая тактическая больше борьба. Здесь сначала, конечно, Копулов первый балл отдал. Но это иногда бывает даже хорошо. Потому что если ты будешь больше работать во втором периоде, да, и уже твоему сопернику дадут активити тайм, то будет тактическое преимущество. Да, это очень хорошее техническое действие. И во втором периоде просто надо начать активничать, занимать центр ковра, навязывать свою борьбу и заработать это активити балл. Вот. То есть случается всякое тут. Поэтому во втором периоде у Петра задача минимум это получить активити, да, активнее начать действие. О чем мы говорим, да. Я думаю, что мы сегодня очень много схваток посмотрим, да, по программе, если, друзья, то у нас все предварительные схватки мы сегодня посмотрим, а завтра мы уже узнаем имена всех финалистов. Ну, то есть утром будут утешительные схватки, а финалистов мы уже узнаем сегодня, да. А завтра, кстати, Степан проведет в 8 утра здесь взвешивание спортсменов, чемпионов, будущих чемпионов, то есть финалистов, да. И будет тоже интересный формат. Мы подготовим тоже видеоконтент, фотографии и так далее, в общем, чтобы все знали, кто будет в финалах вечером выступать. Все, опять же, для болельщиков, да. Да. Степан, конечно, попытается зажечься в 8 утра, потому что сегодня тоже с 6 утра ты на ногах. Да, с 6 утра я был уже на телевидении, так, в Якутии открывал утро. Да, на телевидении был опытным нашим арбитром, Алексеем Базулиным, олимпийской категории, арбитр, он здесь помогает, эксперт. Хорошо подхватывает ногу, очень технично братья вот так вот проходят ноги и пытаются сразу на скрестный захват вывести. Это ихняя коронка, друзья. Наверное, Петр знает об этом, знает хорошо, потому что абсолютно все братья так делают, и Хабиб, и Муслим, и Муса, причем... И трое братьев, да? Да, четверо вроде, но трое точно на ковре. А, тогда борцовская семья, да? 3-0 ведет Мехтиханов, две минуты еще бороться. Времени на самом деле, конечно, достаточно много. Продолжает, на самом деле, атаковать самым первым номером действовать у самих Тиханов, да, пытается в ногу пройти, сам навязывает борьбу Петру. Сейчас надо переключиться, осталось у нас полторы минуты, надо попробовать тоже что-то сделать. Время тает, уже активити тайм не будут давать, поэтому надо вот полторы минуты выложиться. Ищет, ищет, конечно, все время ищет Петр. Ищет, 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 ищет. Скоро, да, у нас тоже на ковре будет очень интересная схватка, друзья. Сейчас 57 килограмм заключительной еще схватки у нас. И через одну у нас выйдет лидер, один из таких лидеров абсолютно на всех соревнованиях. Финалист в ТВ, финалист чемпионата России по мужикам Гаджимурат Амаров. Выиграл он олимпийского призера. Гаджимурата Рашидова, друзья. Петр Копылов на последних секундах, друзья, берет 2 балла. Но надо вставать на 2 балла. Да, сразу, да, стойку сразу понимает, что в партере работать не будет. Сразу встает в стойку. 20 секунд, друзья, остается. Ну и взрывается, да. Надо взорваться, идти, идти в атаку. Вот, 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 здорово сейчас отрабатывает пока. 10 секунд. Надо последнюю атаку сейчас подготовить не просто так. 6-5 секунд. В 1 балл только выступает сейчас Петр. Надо попытаться все-таки. О, не хватило все. Да, не хватило. В концовке уже время закончилось. Да, обидно, конечно, но 3-2. Вырывает победу Муса Мехтиханов. Петр Копулов будет ждать. И желать, может быть, успех. Да, ну все. Ну, ничего страшного. Посмотрим. Мы, наверное, на ковер центральный все-таки перейдем. Да, там будет и Куз бороться, и Кыргызстан, и Улубек, и Жалдажбеков с Юлианом Гергеновым. Следующий Гаджимурат Амаров выйдет. Да, потом Амаров. Из лидеров, который разведен по сетке. Чимба Жирбаев. Тежик Чимба, Виктор Жирбаев. Интересная схватка будет здесь. Виктор Жирбаев. Юлиан Гергенов у нас, Улубек. А, кстати, перед вами, да, вот, наш гость из Индии. Он уступил, как мы видим, Роману Читадзе из Беларуси. Засрочно выиграл. Это весовая категория до 86 килограммов. Да, 86 олимпийский вес. А век валификации. Ну и мы ждем Улубека, Жалдажбекова и Юлиана Гергенова. Иркутская область. Да, 86, друзья, олимпийский вес. Знаем, что здесь мировыми лидерами является Хасан Ездани, Дэвид Тейлор, друзья. Также у нас в этом году, вот, буквально, да, через неделю на мир поедет в этой весовой категории Арслан Багаев. Тоже будет интересно следить, наблюдать за ним. Новоиспеченный чемпион России по мужикам. Вот Улубек Жалдажбеков, обладатель пяти медалей чемпионатов Азии, одно золото 2020 года, да, и четыре бронзовые медали. Да, очень. Опытнейший борец, выступает, как вы видите, в олимпийской весовой категории. И его соперник Юлиан Гергенов, которого мы тоже прекрасно знаем. Постоянный гость наших соревнований. Юлиан опытный борец, представляет он Иркутскую область. Да, активнее действует у нас спортсмен из Кыргызстана. Он такой мощный парень, Улубек Жалдажбеков, физически очень развит, мощный. Юлиан, наверное, более, можно сказать, потехничный, наверное. Да, более эластичный такой. Ну, даже по сложению видно, да, что такой мощный. Да, 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 видно прям. Так, молодец, хорошо прошел голову от Юлиан. Так, делает, призывает судья активнее действовать. Полторы минуты пролетело, счет данной встречи еще не открыт у нас. Ошибка очень-очень высока. Никто события не форсирует, присматриваются друг к другу. Да, смотрите, Юлиан зарабатывает, активити тайм, зарабатывает. Судьи посчитали, что он активнее, активнее. Две минуты себя вел, навязывал борьбу, центр ковра занимал. Десять секунд остается. Кстати, вот, да, да, есть балл. Юлиан уже открыл шот данной встречи. Пытается вытолкнуть за ковер, прям на краешке развернулся. Молодец, Юлиан. все видит хорошо тоже разворачиваться видит край ковра чувствует пытается конечно танком физикой взять но пока не получается последние секунды и спортсмены уходят на перерыв часу тренерского штаба 30 секунд дать напутствие наставления своим спортсменам восстановить со стороны тренером виднее какие ошибки допускают спортсмены и подготовить уже ко второму периоду на я думаю в принципе спортсмен из кыргызстана активно активно вел пытался физикой передавить 1 посмотрим как будет действовать во втором периоде нужны все равно действия нужны действия нужны проходы переводы юлиан тоже технический борец просто его там физиками не выиграть хорошо подцепил ногу так травма травма так восстанавливать сразу или и юлиан так что-то случилось такое на вызвали доктора друзья что-то прям случилось до потерял сознание даже восстанавливает доктор успел успел даже постучать в таком состоянии ну да вот видно тоже и юлиан до столкнулись они главами поэтому стерпела здесь досталось конечно спортсмену с кыргызстана ну борьбе такие моменты бывают а на все восстановили продолжается борьба второй период у нас еще две минуты 30 секунд бороться все впереди еще да есть посадка есть два балла включился юлиан в борьбу быстро уверенно забрал два балла да и юлиан уже тоже перешел в атаку сам навязывает свою борьбу еще есть проход от юлиана дорабатывает дорабатывает переходит на вторую ногу все нужна посадка есть еще два балла есть посадка в партер счет становится 5-0 а юлиан молодец да как говорили обладатель пяти медалей чемпионатов азии но все видит контролирует восстановился тоже спортсмен с кыргызстана да есть проход хорошо оттягивает ногу защищается ли он не дает одна минута остается обмоги прошел вроде улыбек но здорово ух ты нет они дают всего балла да да в опасное положение сделал обратный но времени остается тридцать с лишним секунд берет скрестный захват улубек жалдажбеков нет 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 не в защищает дать защищается пока юлиан но переворот удается 4 и 4 5 сейчас ведет пока и 20 секунд остается терпеть уже видно подустал и юлиан надо терпеть 20 секунд надо был дурбеков такой спокойный спокойный такое ощущение что вот он прочувствовал что может до подготовки он кидается 5 в ноги на 2 балла забирает сразу юлиан уже кстати таким действием второй раз забираю удивительно на самом деле не ожидал вот такого здесь два балла опять же зал даже бег вес 7 еще 4 секунды вот они в конце устроили первый период вообще практически у нас без оценок было втором уже 76 ну и юлиан заслуженно выигрывает в трудовой схватке но завязки конечно были очень интересные здесь хорошая схватка безусловно очень интересная получилось да мы пока еще остаемся на этом ковре сейчас выйдет на ковер гаджу марат амаров сборная россии и николай бар республика саха якутина здесь понятно что поварить на наших именитых гостей интересная схватка нас сейчас ожидает родной брат евгения жирбаева который готовится поехать на чемпионат мира его брат младший виктор жирбаев бурятия гаджи мурат амаров да сейчас у нас да гаджи мурат амаров после них уже уходит до гаджи мурат амаров всегда финал выходит сейчас на кубке сотрудничества в осетии тоже вышел финал с хорошим иранцам вот первый период вел 4 0 но немножко во втором периоде не хватило и отдал победу он иранцу а так хорошо всех прошел обдул-мажида пути его прошел первый период но без товаров никита сучков да здесь да у нас нравится так гаджи мурат амаров сразу занимает центр ковра ну что неудивительно его соперник николай бард республика саха якутия но в свое время молодым он так достаточно ярко себе заявлял но потом все-таки пропал говорили о том что травма и дима он только восстанавливается потолки а тем временем гаджи мурат амаров за ковер счет данной встречи открыт 10 также весовой категории до 65 килограммов перед вами до олимпийский вес и самый конкурентный вес в россии здесь очень много талантливых спортсменов на чемпионат мира в этой весовой категории у нас сейчас действующий чемпион россии шамиль мамедов готовится поехать тоже очень сильные такие соперники олимпийский чемпион мира это было просто наверное самая интересная весовая категория это точно да все да хаджи алиев тоже будет гонять последний у него шанс заявить о себе на этой олимпиаде поэтому уже будет да будут уже на мире разыгрываться квоты путевки на олимпиаду кстати да вот это будет от агура очень конкурентный ранец действующий чемпион мира бузе американец тоже да но то в общем что и сладко то но на самом деле американцев 65 65 американцы такие славы и они не могут вот в этой конкурентной весовой категории по крайней мере в токио у них не было единственной весовой категории где не было ли да не было они у них даже не участвовали они не смогли даже путевку так вот а в этом году еще при такой конкуренции еще тяжелее америке будет добыть более сейчас поменяю вас раньше у нас на чемпионате мира полуфиналисты все попадали на олимпиаду а здесь у нас будет борьба за первое место два за третьих и еще за пятое место будет разыгрываться одна путевка на самом деле очень здорово что ты вспомнил кстати просто милям амедова он же прошлогодний чемпион конкурентского турнира не то его у дева выиграл нет куде их овы а или кудеев выиграл данные люди все стал чемпиона он потом отыгрался на иранской лиге кудеев тоже будет на чемпионате мира да за гордость аджикистана сильнейшие борцы смотрите гаджи мурат амаров как борется все время есть и все время прошлом гола от марта все время надо вспомнил 32 по моему счету на последнем накал страсте был до последних очень интересный минал стоящие борцы ждут перерыва 40 пока уверена гаджи мурат амаров выигрывает уходит на перерыв да ну и анонсированный тобой схватка тоже интересная будет красноярский бурятия тоже классика скажем сибирской борьбы кежек чембо и виктор джербаев выйдут на второй период в общем приехал только за поясом за красивейшим поясом да кстати вот отдельная у нас тоже было представление дата презентация тации наградной атрибутики помимо самих медалей очень красивых медалей и поясов для чемпионов еще включаются и команда памятные медали и кстати но вот многие мы с многими борцами разговаривал абсолютно всем вот этот пояс понравился они думали что пояс он будет даваться как борцовок он один пояс когда все узнали что он во всех весовых категориях прям это тоже их сподвигло действительно очень красивый пояс изображением коркина да ну и пояс это всегда такое что как чемпион мира да он пояс получает и коркинском да тоже пояс будет пояс в общем для борца это тоже такое ну и конечно серебряная борцовка интересно кому достанется но есть у нас фанаты фанаты решает борьбы подозреваю что скорее всего это борцовка уйдет кому-то из весовой категории до 70 килограммов которые мы самые наверное ждем до 70 это самое конкурентное и вообще на самом деле здесь и чемпион мира и чемпион европы да и здесь виктор рассадин после долгого перерыва возвращение будет виктора рассадина да тоже вот удалось мне новый капитан сборной республики константин капронов константин капронов тоже радует в последнее время очень сильно набирает еще два балла забирает гаджи мурат пытаются нету бездействия нет опасного положения кстати весовая категория до семидесяти килограммов будет на ковридце да чуть похоже но наверно тоже там посмотрим тоже интересны будут схватки с участием наших лидеров тоже и албанова кума будет выступать и вальтер владимиров тоже наши ребята да посмотрим 70 килограммов действительно очень интересная очень интересные нас схватки ждут и славки левошадкин константин капронов виктор рассадим все они тоже ближайшее время ковер 60 гаджи мурата все устраивает 20 секунд уже отыграться очень тяжело на данный момент на все турниры и везде практически на финалах всегда на пьедестале фавориты этого веса 65 килограммов призер чемпионата россии тоже очень интересный славка кежик чипа такой опытный да уже добавлю багаж тоже опыта кстати он первым из своей команды да прилетел в якутск мы его встретили в училище там она дмит проживал и готовился кежик чимба его соперник родной брат евгения жирбаева пятикратного чемпиона коркинского турнира виктор бербаев бурятия очень похож да кстати на брат да очень сильно похож кежик говорил тоже все борцы конечно за первым местом только с таким настроем с каким другим медаль поешь шикарные призовые кстати скоро здесь и давид бая выйдет против тут и я так понимаю из метанчик чей так есть проходит кежика хорошо защищался виктор жирбаев молодец разорвался подавливает подавлю краю ковра подводит да вот да степан не все-таки поесть бурятские бузы были отзывы у тебя в социальных себя нет нет они писали ну я и не выкладывал но мне на самом деле очень сильно понравились еще вернемся да да еще вернемся и думаю в бурятии тоже надо посетить бурятию и попробовать сравнить и потом поделиться с тобой уже кстати главный судья наших соревнований валерий гульчеев представитель сверной осетии алании он был главным судей и на чемпионате россии двадцать третьего года так что надеемся что и судейство у нас будет на самом высоком уровне кежик чемба первые два балла да есть два балла хорошо защищается два ноль минуты еще бороться первого периода уже до такой защитный но нет есть атака смотрите есть атака кежика чембе и еще берет два балла еще берет два балла пытается взять скрестный захват кстати на ковре а тоже интересно сейчас схватка будет муслим мехтиханов тоже один из братьев и петр константинов да да берет на последний возможность нам 10-0 это чисто техническая победа здесь кежик чемба выигрывает виктора жирбаева хорошей форме действительно подхватил подхватил скрестный очень тяжело вырваться с этого захвата это снова была весовая категория до 65 килограммов кежика чембул поздравляем с проходом в следующий круг соревнований 10-0 настоящая победа и переходим мы на ковер а а сейчас саха и куча у нас жил устан и федор да да оба они представители республики поэтому на ковер а лучше да мы посмотрим участием тоже лидер одного из лидеров весовой категории до 61 килограмма муслим мехтиханов и его соперник пётр константинов да муслим очень опытные друзья чемпион ярыгинского турнира здесь класс увидели здесь дагестан и республика саха и кутия муслим мехтиханов и кто-то константинов занимает на коврец и там у нас тоже взрыв какой-то да просто на трибуну и ликую на коврец и кто там борется по моему 92 да по моему никита сафронов и я не гуран черткоев стал рам черткоев да интереснейшая схватка идет если есть у нас возможность экран в экране или как-то одним глазом посмотреть на трибуны взрывая время там уже это конечно вроде еще есть хорошо тоже защищался здесь счет полторы минуты практически пролетело там никита сафронов выигрывает гурама черткоева призера чемпионатов россии тоже опытнейшего борца наш молодой борец весит до девяносто двух килограммов кстати он в этом году стал чемпионом республики выиграл нирку на серге на финале удивил у себя на родине все вообще в январе надеемся что из этого парня тоже вырастет хороший мастер ну а пока здесь труд дают activity time 20 секунд у него проявить активность да сейчас борцы уходят на перерыв к пол на душе а а вот если бы вы приехали посмотреть могли бы эту победу увидеть что вы мне слепить тоже хорошего соперника прошло что не нам не 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 он призер студенческого чемпионата россии и прогрессирует молодой человек а петр ничего ничего не дает за первый период вообще нет ни одной атаки не дался сделать муслиму братья по очереди друг друга секундируют начале муслим муссу михтиханова теперь младший брат старшего секундируют настраивает начинает атаковать действует ну все видит петр на самом деле от всех атаку ворачивается выталкивает но выталкивает партнер без оценки без действия вытолкнул за зону но партнер находился на коленях петр константин без оценки минимальный счет еще одна минута пролетела пока один балл муслима за активный китай вот такие перепутал муслим михтиханов как раз и для этого победителя кубка ивана и ригана этого года он финале выиграл очень титулованного борца баскаджи магомедова чемпиона мира чемпиона европы четырехкратного чемпиона россии и в этом году был в финале чемпионата россии двадцать первом году тоже был финале чемпионата россии и в двадцать первом году выиграл он золото игр страны с нг еще один петру дали еще активити тайм не получается у него сам нарезать свою борьбу вот есть есть проход есть проход от петра хорошо разворачивается да есть еще один балл у муслима счет уже 20 2 балл он получил по активити тайм а 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 последняя минута в рыбке а и а а а а и и и на последние 10 секунд уже есть только бросок спасет константина последние секунды ну и мусульмих тиханов выходит в следующий раунд соревнований 61 джоргал гандинов тоже один из лидеров следующая схватка это на ковре а на этими шпионами Так, первый период у нас Жаргал Дамдина. Центр Ковраза Жаргалом Дамдиновым. Интересный борец, опытный. Центр Ковраза Жаргалом Дамдиновым. 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 Сделал перевод на руку, технично перешел на ноги и забрал два балла. 一 hints. Центр Ковраза Жаргалом Дамдиновым. Центр Ковраза Жаргалом Дамдиновым. Центр Ков會 II. Пока в обоюдном захвате стоят, напирает, напирает. Да, предупреждение делает Силья. Не цеплялся за пальцы. Хорошая атака от Жаргала Дамдинова. Есть проход в одну ногу, пытается перейти на вторую ногу. Да, заходит за партер, нужна посадка, есть посадка. Еще 2 балла, счет становится 5-0. В пользу спортсмена из Бурятии, друзья, Жаргал Дамдинов. Дамдинов пытается, смотрите, на растяжку затянуть, забирает ногу. Нет, стойка. Сан-Чемидип тоже активно действует, но опытный, опытный Жаргал Дамдинов. Вот, подлавливает его где-то на каких-то ошибках. Продолжает, продолжает атаковать. Еще замечание сделал, минута 15. Ай, последняя минута идет. Да, не дает Тувинскому борцу ни одного балла. Все, пока под диктовку Жаргала. Надо попробовать в концовку включиться. Да, еще заходит за спину и делает посадку Жаргал Дамдинов. Счет становится 7-0. Уже солидный отрыв. Не хватает 3 балла до чистой технической победы. Тувинскому борцу ни одного балла. Тувинскому борцу ни одного балла. Есть в принципе уже ничего не спасает Тувинского борца. Поздравляем. Победы Мурятию. Поздравляем Жаргала Дамдинову. Он идет в следующий раунд. Так, а мы, наверное, переключимся на ковер С. На ковер С, да. Да, посмотрим здесь Айдын Монгуш тоже. И Зелимхан Хизриф. Зелимхан Хизриф. Тоже опытный, опытный борец. Вот он делает сейчас накат. На ковере С, как мы видим, да, и 125 представлены борецы сборной Южной Кореи. Ну, хорошая сейчас сватка на ковре С будет Албана Вакумов. Тоже один из таких лидеров, да, 70 килограмм. Ну, надежда, можно сказать, республики Саха-Якутии. Кстати, он выиграл Виктора Рассадина на... В Мирном. В Мирном, да, на турнире Алросы на призы олимпийского призера Иванова Александра Николаевича. Да. А, кстати, Хизриф выиграл, да? Хизриф выиграл, да. Не успели переключиться, Хизриф выиграл. Уверенно, быстро выиграл. А, нет, это все-таки... Это другая у нас схватка. Вот сейчас выиграл. Вот Хизриф и Айден Мангуш. Да. Посмотрим, кстати, потом уже к Албану Вакумову перейдем. Да, развели по сетке Константина Капранова, Виктора Рассадина. А вот про Албана Вакумова мы тоже забыли, потому что этот парень тоже талантливый, набирает обороты. Здесь интересные... Тренируются до седьмого фото, поэтому тоже может показать хорошие результаты. И вот сейчас следующая схватка, причем международная, против хорошего Монгола, спортсмена. Вот Айден Мангуш у нас на большом турнире, республиканском турнире по национальной борьбе Хабсагай тоже становился победителем в этом году тоже. Хангалас Хабсагая называется. Это один из крупнейших наших турниров по национальной борьбе в феврале. Понравилось ему у нас, да. Все российские, да, идут? Нет, республиканские. Но мы, да, зовем и регионы тоже. Тувинцы уже в последние годы тоже постоянно к нам приезжают. Ну, в общем, дружба такая идет с регионами. Тоже национальная борьба у них тоже, как вы понимаете, развита. Наши ребята тоже ездят к ним на соревнования. Ох, ты видел, да? Ох, как опыт еще подлавливается и играет два балла. Я говорю, это тоже теневой фаворит, я думаю, в этом весе 125 килограмм. Он здорово себя показал на чемпионате России. Я вот посмотрел, потом с ним пообщался. Очень здорово себя чувствует на ковре тоже. Он говорит, к министру обратился и говорит, дай мне возможность своему. И вот ему дали эту возможность. Сейчас он себя вот пытается именно в вольной борьбе тоже найти. Без в этом весе 125 килограммов. И как мы видим, как... Это национальная борьба. Это как он подцепил тебя. Это красиво. Красиво. Таким ковшичком прям так зацепил тебя. Афизрия тоже опытнейший борец. Это опытный, с таким багажом. Он чемпион, получается, Алиевского турнира выиграл. Я поэтому хотел эту схватку посмотреть. На Айдена Мангуша хотел посмотреть. Его знают очень хорошо здесь, в Якутии. Особенно, конечно, специалисты вольные, в национальной борьбе. И такой подарок для них делает сейчас Айден Мангуш. 4-0 ведет одного из лидеров. И оба приема очень красиво были сделаны. Это в такой национальной именно манере борется. Да, причем приемы реально был. Такой зацеп на ки был мощнейший. Тут или уходить на 2 балла, или можно даже... Да, 2 балла берет. Зельмка. Ох ты, и на накат берет. 4-4. Даже 6-4. Еще в обратную сторону. Вот это да. Зельмка опытный, да. Посмотрим. Очень интересная схватка. Тяжи, друзья. 125 килограмм. Действующим чемпионом России в этой весовой категории у нас является Абдулла Курбанов. Кстати, парень из Краснодара. В Дагестан параллельный зачет Краснодара у него идет. Ваш парень, да? Да. Это талантливый очень борец. В один год он выиграл 2 России в 97 килограмм и 125. До 21 года, до 23. И уже по мужикам выиграл Россию. Да. Причем Абдулла Курбанов является большим недовеском. За счет скорости, техники своей выигрывать спортсменов. Тоже у него на этой России очень серьезная сетка была. И действующего чемпиона России Алена Хугулова он выиграл. Ну как в свое время Хаджумурад Гацалов, который, кстати, к нам приедет завтра. И посмотрит обязательно финалы. 6-4 в пользу Зелимхана Хизриева. Призер чемпионатов России, призер первенства Европы, обладатель Кубка Мира. Халид Яфиев секундирует Зелимхана. Такие зацепы, красивейшие зацепы, конечно, показывают. От Айдына Монгуша. Опа! Интересно сейчас, правда. 6-4, 6-4, ошибаться. 125, наверное, самый, наверное, опытный на эти соревнованиях из рифта. Вот это, да, захватывающий старший брат у него, Анзор. А, кстати, да. Он по другой сетке идет. Еще из Сослана Хинчагов тоже очень опытный. Вот это, да, 125. Он по юниорам чемпионом мира был. Чемпионом мира был и Стивенсом Олимпийский чемпион, американец, тогда проиграл даже в силовой категории. Вот это, да. Вот это у нас состав 125 тоже. Интереснейший. Да, 2 минуты еще бороться. Я думаю, что будет еще результативное действие, да. 6-4, представляете? Мы видели сейчас 57, ребята борются. Это вот так столько этих не было. Даже меньше счет бывает, да. Здесь утежей прям. Гурово. Да, полненосно. Один Монгуш, конечно, может пройти в ногу. Поэтому я думаю, во втором периоде чуть чувствительнее. Зелимхан будет понимать, что одно и то же такое. Да, что непростой борис. Да. То, что и концовку может так выиграть. Сам, да, включается. Сам идет в атаку. Хорошо отбрасывает. Хорошо вытягивает. Отбрасывает. Ого. Но резко заходит. Как он быстро. Да. Тут разворачивается тоже Зелимхан. Очень напряженный. На одном дыхании смотрится схватка, друзья. Красивейшая пока схватка. Здесь проход. И... Нет, смотри, разворачивается. И самого пытается вытолкнуть за ковер. Пока нет. И пытается бросок. Ух ты. Здесь четыре пала. Да, есть. Включение такое со стороны Зелимхана. Да, не согласен тренинг. С тылой. Бросает челлендж. Говорит о том, что, наверное, вышли за ковер. Да, вышли за ковер. И после этого уже был бросок. Бросок сделан. Потому что с рабочей зоны, да, надо начинать бросок. Ну, в любом случае, просто. Отличная схватка. Очень красивая. На самом деле, это самая первая схватка, когда у меня, знаешь, ну, такой адреналин прям появился. Да, 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 да. Я его согласен. Я его ждал там у Мехтиханова, Муслима, Мусы, там Петр, да, Копылов. Ну, вот видите, как получилось, что все наоборот в тяжах, где в основном идет такая вязкая борьба тяжелая. Вот как ему удалось-то за спину сейчас пройти, не смог взять балл, но, конечно, 125 килограмм мощные ребята здесь сложно. Но, тем не менее, вот парень, который никогда не выступал в практической борьбе, в какую борьбу показывает, вот так вот. Но он, конечно, на национальной борьбе, настоящий герой себя на родине выиграл. Национальным лидером, да? Да. Сейчас и в ТВ недавно проходила национальная борьба на поясах. Они там за пояс, когда цепляются. Кстати, вот эта борьба, школа этой борьбы очень много, мне кажется, дает и борцам, потому что, ну, мы помним, да, что у них очень бросковые парни, потому что они всегда готовы к броскам. Они на поясах же держатся и бросают, то есть, да, и с самого раннего детства они учатся бросать, делать комплитудные броски. И вот мы здесь видели даже 125 килограмм, парень, да, может такое сделать за спину, если бы там чуть попроще был борец, наверное, он бы улетел. Улетел, сто процентов, тут или два балла надо срочно уходить на живот, отдать, или ты улетишь на четыре балла, сто процентов. Я заметил, вот, национальные игры есть вчера, вот, со сборной Дагестана тоже разговаривал. У вас есть национальная борьба Хапсагай в Бурятии, да, Дева есть национальная. Вот, смотри, смотри, как. Да, здесь. А, кстати, здесь за ногу-то тоже Мангуш тоже брал, то есть, не знаю, но скручивание тоже. Если до бросок посчитать, что один Мангуш сделает, 4-2 на катках. Да, да, 4. Да, 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 4 балла скручивания сделал, 4 балла есть. Еще балл. Так, время, сколько у нас остается? Минута последняя, но, конечно, здесь отыграться будет сложно, но пожелаем удачи Мангушу. Будем надеяться, что его соперник, возможно, выйдет в финал, и уже Мангуша будет возможность показать свое мастерство. Да, и другие попадаются, да, и дойти. Классная схватка была, на самом деле. Опыта чуть-чуть не хватило, наверное. Да, конечно, Хизриев опытный. И все равно, вот, ищет свой захват, хочет сделать именно бросок. Молодец. Но здесь, конечно. Да, забегание еще одно делает, и берет 2 балла. Это победа. Победа ли одного балла у нас нет? Ну, имеется в виду, в любом случае, да. 16 секунд, 13-4, одного балла до технической победы не хватает Зелимхану Хизриеву. Ну, здесь просится аплодисменты, на самом деле. Очень классную борьбу мы посмотрели. Интересную. 125 килограммов. Да, интересно. Схватка, видно, прямо Зелимхан. Смотри, присел аж такой, ну, выложился, видно, на 100%. Не ожидал. Первая встреча уже выложился на 100%. Да. Заставил попотеть. Он больше. Хорошая схватка. Парень из Чечни. Вставляет эту республику. Параллельно. 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 Санкт-Петербург параллельный зачет. Кстати, да, вот сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Наши трансляции, у нас реклама. Далее мы посмотрим схватку нашего Албана Бакумова. Горрzie. Аккуратно. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Аккуратно. Албанбулан. Реклама. Так. Неужели.